В Вышневолодском городском округе ведутся восстановительные работы на аварийном участке дороги М-10 Гирина. Напомним, 6 ноября произошло обрушение части дорожного полотна в результате потопления из-за обильных осадков. Во время рабочей поездки губернатор Игорь Руденя побывал на объекте. Подробности в первом материале выпуска. В минувшие несколько дней на Тверскую область обрушился сильный циклон с порывистым ветром. Наибольшее количество осадков выпало на севере и северо-востоке региона. Это привело к подтоплению некоторых участков дорог. Например, под Вышним Волочком из-за размытия грунта обильными дождями обрушилась часть автодороги. В результате люди оказались отрезаны от своих домов, расположенных в ближайших населенных пунктах. На данный момент на подъезде к участку выставлены дорожные знаки и работают аварийные службы. Во время инспекционного визита губернатор Игорь Руденя посетил объект и поручил создать оперативную группу, чтобы определить, откуда произошло накопление воды. Нас интересует, как здесь расположена система водоснабжения. Надо с МЧС вместе сделать и посмотреть. А вот этот ручей впадает из этого плотинка. Соответственно, надо посмотреть, откуда идет вода. И раз такое произошло, это означает, что надо срочно изучить вместе с МЧС, с привлечением других специалистов, хозяйственных специалистов, найти это русло, откуда вытекает вода. Поэтому сейчас, даже говоря о восстановлении дороги, надо участие, что эти обстоятельства могут повториться. Поэтому исходим из расчета, что стандартный подход уже не годится. Также в Вышнем Волочке прошло совещание по подтоплениям, которые возникли и на других участках дорог Тверской области. Губернатор поручил установить обязательное требование к подрядным организациям предоставлять полный фотоотчет о состоянии всех водопропускных сооружений при подготовке дорог к осенне-зимнему и весеннему периоду. Помимо этого, глава региона поручил в максимально сжатые сроки восстановить безопасный проезд на подтопленные или поврежденные участки дорог. Наши дорожные службы ведут восстановление дорог, которые промыло вследствие обильного выпадения осадков. Мы вместе с нашими коллегами с МЧС организовали хорошее эффективное взаимодействие. Сегодня строители, дорожники все привлечены к этим работам. Могу сказать, что прогноз, который у нас предполагал падение осадков, был учтен. Поэтому силы, средства, запасы материалов у нас достаточно. Работы по восстановлению ведутся на участках дорог на территории Лихославльского и Спировских районов в Весегонском городском округе. Уже обеспечен проезд транспорта на участке Талмачи-Ломовое. Планируется возобновление движения по автодороге Вышний Волочок-Бежец-Санково-Ящина-Пуйга. Продолжение следует...